Добрый вечер, Гомель! Приветствия! Мой первый шаг навстречу вам. Да, собственно, любое дело начинается с первого шага, так и в бизнесе, но вот здесь иногда возникает загвоздка. Появляется много вопросов. Что делать? Как быть? Как решиться? Наконец, у кого спросить совета? Как сделать первый шаг к бизнесу? Такова тема нашей сегодняшней программы и ее основной вопрос. Высказывайтесь, интересуйтесь, советуйте. 34 22 43 номер нашего телефона. Отправляйте ваше сообщение в Вайбер. Номер вы видите на экране. Специалисты по бизнесу утверждают, что открыть собственное дело с нуля не так уж и сложно, как кажется. Однако большинство начинающих предпринимателей не знают, с чего именно начать и какую сферу бизнеса выбрать. Как справился со своими сомнениями, с чего начинал и что в итоге получилось, спросим у героя нашей программы. Знакомьтесь, пожалуйста, учредитель частного предприятия Денис Смоляков. Спасибо. Здравствуйте. Денис, добрый вечер. Денис, вы еще студент? Да, все верно. И я представила вас как учредителя частного предприятия. Да, я параллельно и студент, и владелец частного предприятия. Давно это случилось? Нет, совсем недавно это произошло, на четвертом курсе. То есть вот, совсем немножко времени. То есть вы сейчас студент пятого курса, да? Да, да, все верно. Послушайте, ну вот когда я была студенткой, у меня было время только на учебу, и даже его не хватало. Как вы успеваете все? Ну, если так посудить, я в Белгуте обучаюсь на двух специальностях, и параллельно еще в компьютерной академии ШАХ. Ну и параллельно еще и работа. Для меня это не отговорка. Мне хватает времени на все. То есть у вас какая-то научная организация рабочего учебного дня, судя по всему? Видимо так. Ну, вот объяснить не могу. Как вы чувствуете себя в этой новой роли, учредитель частного предприятия? Вы знаете, когда зарегистрировался, пришел домой и спросил себя, что дальше. Я не знал, что дальше делать. Вот такой вот был ступор немножко. Ну, обычное состояние. Сколько продолжался этот ступор? Дней, часов? Я помню. Ну, пару минут, я надеюсь. А, пару минут. И все. Дальше дела. Все, я поняла. Какие идеи организации бизнеса вообще появлялись у вас? Вот какие мысли возникали? И почему выбрали именно ту, которую выбрали? Кстати, назовите нашим телезрителям и зрителям в зале. Какой у вас бизнес? Я владелец интернет-магазина. В данное время мы занимаемся продажей секонд-хенда через интернет. С бесплатной доставкой. Ну, и, соответственно, без обязательств покупки. Просто человек заказывает, мы привозим вещи, если нравится, он покупает. Нет, так нет. Ну, всякое бывает. Ну, заказывают, покупают? Конечно, не без этого. Дело идет? Да, да. Дело идет. Хорошо. Кто был вашим первым помощником и вообще, вот кто научил заняться этим делом? Я не имею в виду открыть интернет-магазин, а имею в виду, кто научил и подсказал заняться частным предпринимательством. Ну, если обобщать, то это государство. А если уже опуститься на личности, точнее уточнить, кто бы мог помочь мне в этом, это Юрий Колесник. Я бы хотел подчеркнуть, это директор ИПК Сухого. Там проходили бесплатные курсы по предпринимательству. Я совершенно случайно там оказался, не могу объяснить, как вообще дошли мои ноги до туда. Ну, вот так оказалось, что я там, ну, вот, побыл на этих тренингах, и меня образумили, скажем так. Так, и я пришел к выводу, что пора, пора открывать свое, и это произошло буквально через пару месяцев. Я уже... Но почему посчитали, что пора? Денег не хватает? Или уже почувствовали в себе силу? Скорее всего, силу. И захотели чего-то большего, чем сидеть за учебниками? Ну, у меня уже большой опыт работы во всех сферах, старался охватывать как можно больше, и уже определился, в чем я могу быть конкурентоспособным, скажем так. И мы это определили на этих тренингах, и, кстати, я не бесплатно хочу подчеркнуть, то есть любой желающий может туда просто вступить и начать свое обучение. Ну, вот, мы определились и, ну, начали действовать, что здесь еще сказать. Денис, вот еще есть прекрасный конкурс идей, 100 идей для Беларуси. Вы не пробовали участвовать в таком? Это, кстати, тоже один из шагов к предпринимательству, вот, формировать идеи. Неплохо, я задумаюсь об этом, вот, надо себе в очередную цель поставить как раз-то побыть и там. Вот я, кстати, знаю, что есть девушки, финалистки республиканского конкурса 2016, 100 идей для Беларуси, и учатся они именно в Белгуте. Даже так вот, а я не знал. Есть повод задуматься и познакомиться, может быть, посотрудничать даже. Денис, ну, вы скажите, что вам приходилось преодолевать на пути к организации собственного бизнеса? Сомнения были? Сомнения? Каких преодолели? Дело в том, что я бывший спортсмен, и у меня вот есть такая жилка, ну, как это объяснить, не знаю, но надо действовать без всяких вопросов. Я вам скажу, как это называется. Вижу цель, не вижу препятствий. Вот так. Теперь я так буду это называть, но вот как-то решился, и все, начало, дела за делами, и как-то закрутилось, завертелось. А что-то мешало? Нет, никаких преград, только вот все в помощь. Только в помощь. Да, да. Денис, ну, тогда я предлагаю прямо сейчас пройти к этой доске и вывести маркером вот как минимум три ваших шага к бизнесу, первых шага, так? Хорошо, я понял. Давайте пройдем, пожалуйста. Итак, первое это? Чтобы первое выделить, я думаю, желание. Начнем с желанием. Желание. Да, я думаю, достаточно понятно. Да. Буду свой опыт. Ну, естественно, я прошу именно ваш опыт. Мой опыт был таков, что я имел желание, но не имел возможностей, может, каких-то в том плане, что не было навыков. Навыков. Поэтому я бы хотел выделить навыки. Вот у меня было навыку ноль, стало единица. Советую вам, если вы не понимаете, как делать бизнес, идите на обычную работу и разбирайте, как все устроено. Все давно уже сделали и не нужно придумать заново велосипед. Просто идите и повторяйте. Но, Денис, это правило подходит только, если вы идете проторенной дорожкой. И такой бизнес уже есть. Правильно? Да. А если что-то абсолютно новое начинать? Ну, я думаю, что есть определенные базовые навыки, без которых никак не обойтись. Это? Приобретайте хотя бы это. Ну, вот в моем случае это веб-разработка. Это продажи. Я проработал больше полтора года в продажах. Это и Белтелеком, и частная организация, Атлантелеком. Ну, их очень много было. И меня научили продавать. Поэтому я все совместил и интернет, и продажи. То есть, по-вашему, получается, чем больше у тебя умений и навыков, тем лучше результат у тебя в итоге получится. Да, конечно. Так. И третье? Ну, третье, кстати, так и не определился. Какое может быть третье? Поскольку, разберитесь хотя бы с этим. С первыми двумя? Да. Этого будет достаточно. А дальше появятся и четвертые, и пятые, и все остальные пункты. Разберитесь, пожалуйста, только с этим. Вот так сказал Денис и посвящал маркером по доске. Желания и навыки. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Хороший юрист всегда может найти работу со стабильным заработком. Но иногда хочется добиться большего, чем просто открыть офисную дверь и сидеть в офисе специалистом. Выходом из такого положения может стать бизнес-идея открытия собственного бизнеса по оказанию юридических услуг. Я приглашаю в студию человека, который сделал своим бизнесом оказание юридических услуг. Встречайте, Елена Зыблева. Леночка, проходите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Как мне кажется, работа в сфере юридических услуг всегда востребована. А с развитием государства юридические проблемы людей постоянно растут. Это так? Да, я с вами полностью согласна, Елена. Действительно. Бизнес юридический сейчас пользуется определенным успехом ввиду многих вопросов. И вы не боитесь вот так вот объявлять об этом, что практически ниша, ну может она не пуста, но она требует еще вливаний, правильно? Я согласна с вами. Не боитесь конкурентов? Отчего их бояться? Очень здорово. Они наоборот помогают, даже цель какая-то, истребление еще. Конкуренты помогают? Да, да. Развитию помогают, я бы сказал. Это очень здорово. Конкуренция, да, помогает развитию. Пинок. Волшебный. Ну, назовем его так. Волшебный пинок, спасибо. Елена, скажите, пользуются спросом юридические услуги? Ну, раз вы говорите, что... Да, конечно, пользуются. Очень много вопросов задаются. Люди начинают, не знают, с чего начать. Пытаются сами чего-то добиться, не знают, где найти ответы на свои поставленные вопросы. А кто эти люди, которые обращаются в юридические фирмы? Кто эти люди? Вы знаете, это простые люди. Простые люди, граждане. Я, вот перед вами сидит ваш клиент, ваш основной потребитель. Я нуждаюсь как раз-то в вашей помощи, и это всегда будет, и было. Вашей помощи это в лице Елены во всех юристах? Я так. Или Елены в частности? В частности, Елены, мы уже поговорили. Ну, конечно, знакомство на передаче, оно не должно пройти просто так. С какими вопросами чаще всего обращаются граждане, Елена? Вопросов очень много. То есть конкретно определить какой-то круг невозможно, потому что люди интересуются не только открытием, а как бы продвижением своего бизнеса. А также, как поддержать бизнес. В основном это вопросы, ну, не будем, уже в общем говорим, это депутатская задолженность. Очень много задолженностей. Люди не платят, не могут взыскать обратно свои деньги. Кадровый учет. Все вот как-то. Очень-очень много вопросов. Лен, ну это только вопросы по бизнесу, но ваше же дело юридическое, да, оно освещает не только вопросы бизнеса, но, наверное, занимаетесь вы еще какими-то другими вопросами? Семейное право, например, нет? Нет, 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 нет. У меня лицензия не позволяет этого делать. Поэтому я работаю только с бизнесом. Конкретно. То есть это такие серьезные разграничения, наверное, да? Да, да, потому что законодательством предусмотрено, что доказание данных юридических услуг в области семейного права, жилищного права у нас предоставлено только адвокатам. Елена, вот сегодня мы говорим о первых шагах на пути к собственному делу. С какими проблемами, ну сейчас исключим финансовую составляющую, чаще всего сталкивается человек, желающий этот самый бизнес начать? Я все-таки считаю, что это больше психологический фактор. Это страх, боязнь. Сделать первый шаг. А вдруг мне что не получится? А вдруг я оплошаю? А вдруг еще что-то? Своеобразная защита организма дает такой срыв и не дает человеку сделать первый шаг. Но вы знаете, у нас обязательно сегодня в программе будет вот этот вектор разговора. Я считаю, это сам основной. Основной вы считаете? Так мы зря сделали, что не позвали сразу психолога. Но пусть наш гость дожидается. Ольга, мы приветствуем вас и видим. Добрый вечер. Лен, ну мечты по открытию своего дела так и остаются мечтами иногда, правда? Как только люди представляют, какие сложности их ожидают. Вот почему не нужно бояться трудностей? Промотивируйте, пожалуйста. Могу сказать, это самое, наверное, на мой взгляд, правильно, это запланировать свой бизнес. Если ты его правильно поставишь, если ты сделаешь для себя бизнес-план какой-то определенный, и будешь готовиться к каким-то рискам, тебе не будет так страшно. И ты сделаешь этот первый шаг. То есть думай о хорошем, но, пожалуйста, учись, прорабатывай, продумывай. И тогда успех непременно тебя настигнет. Денис написал три цифры, но сделал две пометки. Отметил желания и навыки. Я прошу вас вместе со мной пройти к этой доске и вывести, скажем так, тоже несколько шагов к успешному... Нет, все-таки не к успешному, пока, к первые шаги в бизнесе. Пожалуйста. Ну что, будем стирать, чтобы удобно было писать? Или все же два пункта оставим и будем продолжать? Так, что вы предлагаете? Я предлагаю первый шаг сделать, если вы уже решили открыть свою фирму. Это обязательно согласовать наименование. Я юридические термины говорю, если кому-то что-то поднят. Ну, пожалуйста. Согласовать свое наименование. Наименование. Пожалуйста, поясните, я не юрист, мне очень сложно понимать. Ну, как не очень, но сложно понимать. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому для каждого юридического лица просто необходимо название. А, название. Название. Это название. Назовем это просто название. Название. Например. Ну, бедой точно называть не будем. Так, лучше победой. Так, хорошо. Второе, что мы делаем, это определяемся с местным положением юридического лица. Это заключается договор для того, чтобы разместить свою фирму, чтобы где-то она находилась. Пишем. Местоположение. То есть, простым языком, это район в городе, например? Любое офисное помещение, если это непосредственно какие-то определенные услуги. Если это, ну, просто... Ну, мы решаем, во-первых, какой бизнес, правда? На селе мы его осуществляем или в городе, да? Да, и в городе выбираем места. Кстати, есть выигрышные и не очень. В зависимости от того, какие люди там ходят. В магазине не откроешь. Абсолютно, точно. Третий шаг, который мы делаем, это определяемся потом с заявлением. С заявлением. Пишем заявление. Образцы заявления находятся в едином государственном регистре. Сайт называется ЕГР. Там можно скачать все образцы. То есть, там же можно и сразу и зарегистрироваться. Елена, пока вы пишете заявление, я предлагаю вам... ...принять звонок. Мы дальше продолжим обязательно, но у нас есть дозвонившийся телезритель. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Мой вопрос следующий. Я планирую заниматься предпринимательством без регистрации. Так. Значит, интересует следующее. Нужно ли мне платить социальный внос? И могу ли я впоследствии рассчитывать на пенсию? Что вы имеете в виду под социальным взносом? Это взнос в фонд социальной помощи, я так понимаю? Совершенно верно. То есть, можете ли вы рассчитывать на пенсию? Скажите, а у вас есть уже стаж работы на предприятии, скажем так? Вы еще пока не индивидуальный предприниматель? Ой, простите. Не открывали бизнес как физлицо? Нет, на данный момент не открывал. Но планируете? Определенные планы, да. На предприятии работаю более 10 лет. Все. Спасибо большое. Спасибо за ваш вопрос. Молодой человек, судя по всему, 10 лет работает, дальше хочет работать как физлицо, да, без регистрации. Куда ему платить? В регистрации предусмотрено определенный вид деятельности, которую не включает именно регистрация. То есть, пожалуйста, может человек спокойно осуществлять, платить взносы. Фонд социальной защиты, пожалуйста, оплачивайте, вам будет идти страховая стаж. А он спросил, можно ли не платить? Я не услышала. Не услышали? Ну я тогда спрашиваю, а можно ли не платить этот взнос? Нет, это как бы, я даже не знаю, лучше платить. Тогда пенсия будет. Будет обязательно. А если не платить, то, извините, вы придете, потом скажете, а где моя пенсия? А вам скажут, извини, ты взносы не платил, тебе не положено. То есть, он даже, если вдруг получится так, законом не предусмотрена обязательная уплата этих взносов? Это надо узнавать, да, еще пока? Да, 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 это в любом случае надо будет узнавать. Ясно. Но если, например, платят, то все с пенсией будет хорошо. Ну, прекрасно, спасибо. Лен, значит, первое, согласовываем наименование, называем свою фирму, определяем местоположение, пишем заявление. Решились и идем писать заявление. Пишем заявление, принимаем, разрабатываем устав, платим госпошлину. Ну, настоящий юрист сразу госпошлина, все как положено, правильно? Это обязательный фактор. И все, в течение дня вы получите, не забыть потом сходить, получить, изначально в течение дня делается свидетельство о госрегистрации. Да, кстати, не обратила ваше внимание, что регистрация производится проставлением штампа на уставе. То есть уставы должны предоставить в двух экземплярах и одна копия электронная. И одна копия на носителе. Так, и свидетельство мы получаем? Получили свидетельство, и с этого момента можно осуществлять деятельность. А, и еще один момент, не забываем. Давайте я, может мне удобнее будет говорить, и что писать. Пятый пункт, это в течение пяти дней вас ставят в налоговых органах, в фонде социальной защиты регистрируют. Что там еще? Ну, в течение пяти дней эта регистрация делается автоматически. То есть мы не просто ждем пять дней пишем, так? Да, ждем пять дней, да. И тоже забираем в райисполкоме. Ждем пять дней. Спасибо, Елена. Все понятно? У нас есть телефон и звонок. Давайте еще выслушаем телезрителя. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Оксана. Меня зовут. Оксана, очень приятно. У вас вопрос к Денису, к Елене? Елене Аркадьевне, у меня вопрос. Пожалуйста. Вопрос касается больше как бы не открытия фирм, потому что информации сейчас достаточно много везде, и как открыть, и как закрыть. А именно закрытие фирмы, которая имеет задолженность. У нас, вот мы столкнулись в Гомеле, такая проблема с антикризисными управляющими. Так. Вот. И когда подаешь на банкротство, то суд, ссылаясь на то, что нет доверия к антикризисным управляющим, передает дело назад и ищите по-новому. Вот я хотела бы задать такой вопрос. Ликвидатор, он не является юристом, а антикризисные управляющие, они все юристы. И вот почему ликвидатору приходится с такой проблемой сталкиваться, и как ее решить? И второй вопрос у меня, когда ликвидируется фирма, они проходят все проверки, и налоговая, и фонд социальной защиты, и Белгостраха. И поэтому, когда в суде подаются документы, то есть суд тоже ссылается, допустим, что нету справки о недвижимости, там, или автомобилях, там, на предприятии есть или нету. Неужели справка с налоговой инспекцией не является юридическим документом о том, что на фирме нету какого-либо имущества? — Елена, вопрос понятен? Вы запомнили? Потому что я, ну, только половинку запомнила. Пожалуйста. — Да, действительно, согласна. Очень много пробелов в нашем законодательстве в отношении ликвидаторов. — Ликвидаторами вы называете людей, которые закрывают фирму? — Людей, которые закрывают фирму, да. То есть они назначаются самостоятельно, либо выбираются из тех, которые предоставляются в списках. — Ну, Оксана, по-моему, там, Оксана Николаевна вроде как. Она задает вопрос, почему так получается. Ну, во-первых, антикризисные управляющие, да, действительно, они обучаются, проходят подготовку, после чего только суд имеет право выбора. То есть троих выбираются, три антикризисных выбираются, и на усмотрение суда выбирается непосредственно один. — Поэтому это законодательно, тут ничего не сделаешь. Это, да, действительно, пробел есть такой. — Можно, наверное, вносить предложение, чтобы депутаты и вклад представители, потом это дошло, разрабатывали закон, дорабатывали. — Люди над этим работают, юристы много над этим работают, пытаются как бы защитить. По второму вопросу даже, а что у нас второй вопрос был уже? — Вот если бы Оксана Николаевна, я же вам сказала, что я только первую половинку зарабатывала. — На экране будет мой телефон, пожалуйста, позвоните, обращайтесь. Чем сможем, тем поможем. — Да, сказали, что наш редактор подсказывает, что записан контакт, поэтому все в порядке. Проходим, Елена. Спасибо вам большое, спасибо. — Даже в условиях кризиса, отмечают специалисты, можно найти и реализовать прибыльную стратегию. Причем сделать это легко, грамотно, количество ошибок, сведя к минимуму. О бизнесе без предпринимательства далее в нашей программе. Как сделать первый шаг к бизнесу? Это тема программы и основной ее вопрос. Звоните, высказывайтесь, советуйте. Номер нашего телефона — 34 22 43. Также, уважаемые телезрители, вы можете писать в Вайбер. Я обязательно зачитаю все вопросы и советы, и рекомендации, которые вы пришлете. Я вижу, уже есть список определенный. Я обязательно к ним вернусь. Президент Беларуси подписал 19 сентября указ номер 337 о регулировании деятельности физических лиц. Этот указ призван стимулировать предпринимательскую инициативу и вовлечение незанятого населения в трудовую деятельность. Осветить этот важный момент я прошу. Заместителя начальника отдела предпринимательства комитета экономики Гомельского областного исполнительного комитета Юрия Осипкова. Юрий, добрый вечер. Проходите, пожалуйста. И всем телезрителям хочу напомнить, что сегодня у нас в студии учредитель частного предприятия Денис Смоляков, сделавшая своим бизнесом оказание юридических услуг Елена Зыблева. Ну и теперь уже Юрий. Юрий, указ номер 337. Еще раз зачитаю. О регулировании деятельности физических лиц. Он вступил в село 22 октября. Да, совершенно верно. Уже месяц он работает. Так, документ расширил, значительно расширил перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Скажите, пожалуйста, вот сейчас их 30. А какие это виды деятельности? Вот новые назовите. Ну, действительно, если взять на сегодняшний момент, у нас законодательством Республики Беларусь определены виды деятельности, которые можно осуществлять физическим лицам без государственной регистрации. И они, при этом законодательство Республики Беларусь, я имею в виду, это особенная часть налогового кодекса, статья 295, и непосредственно сам указ президента 337, о котором сейчас вы говорите. И если вот просуммировать позиции, которые определены в статье 295 и в указе 337, то да, действительно, выходит 30 позиций видов деятельности. Но называть их всех, это очень большой перечень. Ну, можно так. Я могу сказать, что наиболее такой, ну, распространенные виды, которые пользуются популярностью как у физических лиц, так и у самих индивидуальных предпринимателей, ну, это, допустим, парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру, педикюру. Это ремонт обуви, это ремонт часов. Это деятельность определенной в сфере строительства, допустим, штукатурные, малярные, стекольные работы. Облицовка, плин, пола, стен, оклеивание обоями. То есть это наиболее распространенные такие виды деятельности. Они как раз вот дополнились в этот перечень, который существовал и существует в особенной части налогового кодекса. Мне еще очень понравился пункт, как, дрова колоть. Вот как это сказать, колка, нет, подготовка дров, да? Да, колка дров, погрузочные, разгрузочные работы, которые могут осуществлять физические лица, при этом не регистрируясь. И вот, пользуясь, пока шел к вам в студию, услышал вопрос, по-моему, Николай спрашивал, именно по этой тематике он хочет, осуществлять деятельностью, которая не требуется регистрации в качестве предпринимателя. Да, да. Но пенсию хочет. Ну, пенсию, правильно. Но он спрашивает обязанность уплаты фонда соцзащиты, платежей. Нет, физические лица от этого освобождены, они не уплачивают. Они могут не платить. Они не обязаны платить. Хорошо. А на пенсию они вообще могут рассчитывать в таком случае? Ну, вопрос о добровольном, если он хочет платить, то есть законодательством, сейчас просто прорабатывается пока вопрос. Но обязанности строго, как существует у индивидуального предпринимателя, либо же как у юридического лица, который осуществляет платежи фонда соцзащиты, как заработка нашего, так и с фонда оплаты, как от предприятия, у него отсутствует. Но еще раз повторяю, но на пенсию он может рассчитывать, если не платит? Елена, если он работает и параллельно хочет осуществлять деятельность, эту, ради бога, он может работать, у него на предприятии будут удерживать фонда соцзащиты, у него будет идти стаж, и пенсия будет. А это как хобби, как это. Тем более, хочу отметить, что, если быть словами юриста, Елена Аркадьевна, виды деятельности, которые не подлежат регистрации, не являются предпринимательской деятельностью. А, то есть я была не права, когда сказала, что кто начинает физлиться, которые начинают предпринимательскую деятельность. Это неправильная формулировка. Это немножко не точно, потому что гражданским кодексом статью 1 определены перечень видов деятельности, как ремесленная деятельность, так и деятельности, которые отражены и в указе, и в особенной части налогового кодекса, они не относятся к предпринимательству. Юрий, спасибо за науку, это очень здорово и очень полезно. Самое главное условие для физических лиц, которые хотят осуществлять деятельность, которая не попадает под государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, это осуществлять ее самостоятельно. Без привлечения каких-то работников по договорам найма, либо по иным договорам гражданского правового характера. И второе условие, обязан уплатить определенную сумму единого налога, размер которого по каждому конкретному виду деятельности устанавливается соответствующим решением Советового Совета Депутатов. Еще один такой вопрос. Вот в чем основное преимущество деятельности такой? Ну, я бы так, Елена, не ставил вопрос, что какие преимущества... Ну, может быть, не преимущества, а в чем легкость? Вот это правильно. Я бы с вами соглашусь, что простота это в том, что физическое лицо для осуществления выбранного им вида деятельности, он обращается в налоговый орган по месту своего, как говорится, регистрации, письменно уведомляет о том, каком вид деятельности он хочет осуществлять, то есть до начала непосредственно самого осуществления деятельности. И уплачивает ту сумму налога, которую ему налоговый орган, согласно решению, определит и выставит. Все. Каких-либо обязанностей других, которые определены в других нормативных правовых актах, то есть части, которые характерны для субъектов хозяйствования в виде юридических лиц, либо индивидуального предпринимателя. Допустим, прием выручки за свои услуги он может осуществлять без кассово-суммирующего аппарата, без квитанции определенной формы. Он не обязан уплачивать фонды соцзащиты, платежи. Он только физическое лицо уплатил, уведомил, подал, уплатил налог и может осуществлять деятельность. Спасибо за разъяснение. Юрий, Денис, Елена, есть телефонный звонок. Я не знаю, кому из вас он адресован. Давайте слушать. Добрый вечер. Добрый вечер, Елена. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Вячеслав. Вячеслав, очень приятно. Ваш вопрос? У меня вот такой вопрос. Получается, я недавно открыл свой бизнес и зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. А вот хотел бы спросить у гостей сегодняшнего эфира, есть ли возможно, чтобы я, будучи индивидуальным предпринимателем, еще зарегистрировался как физическое лицо и осуществлял свой бизнес? Спасибо. Вопрос понятен. Спасибо большое. Юрий, вот смотрите, вы говорили, что если, вот первый человек, который звонил, да, если он работает в госучреждении, в организации какой-то, да, он имеет право как физлицо работать. А вот индивидуальный предприниматель? Ну, ради бога, индивидуальный предприниматель, если брать, опять же, наше законодательство действующих, что такое индивидуальный предприниматель? Это физическое лицо, которое имеет статус, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. То есть, по выбранному виду деятельности, какие он хочет осуществлять виды деятельности, он как предприниматель, он состоит на учете в налоговых органах, он обязан осуществлять, ну, то есть, при возможности осуществлять деятельность, но ему никто не запрещает из законодательства. Он может, как физическое лицо, осуществлять те виды деятельности, которые можно осуществлять без государственной регистрации. Нету такого запрета. Очень здорово. Вы знаете, я, наверное, все-таки перейду к вопросам, хоть не планировала прямо сейчас, но есть вопросы, Юлия пишет. Елена, если утерян кассовый аппарат УИП, как его закрыть? Кого его? И какое наказание за это? Кассовый аппарат? Ну, вы понимаете вопрос? Если утерян кассовый аппарат УИП, как его закрыть? Наверное, индивидуальное предпринимательство как закрыть? Или кассовый аппарат? Нет, нет, нет. Все-таки... Не закрыть, а снять с регистрации. А, да, как закрыть и какое наказание за это? Индивидуальное предпринимательство закрыть? За два месяца подается заявление о закрытии. Так. И все. А кассовый аппарат как закрыть, если, ну, я прорабатываю все варианты? Кассовый аппарат, я так понимаю, заявительный принцип. Идешь в налоговую, где его получал, и там его снимают с регистрации. Если я правильно говорю. Ну, во-первых, если его украли, то есть человек должен обратиться в органы внутренних дел, чтобы этот факт зафиксировали, что кассовый аппарат украли или произошла кража, то есть какое-то чрезвычайное происшествие или ситуация, вследствие чего кассовый аппарат утерян и так далее. А потом обратиться по месту своей регистрации в тот налоговый орган с заявлением, где приложить к этому заявлению те документы, либо дать пояснение, почему, по какой причине и как произошло то, что нет у кассового аппарата. Ну, тут еще один вопрос. А лучше более... Наказание за это. Говорите. Более, как говорится, для того, чтобы это не Елены Федоровны вопрос и, как говорится, Аркадьевны, прошу прощения, не, как говорится, в моей сфере. Это желательно лучше обратиться в свою налоговую инспекцию с этим консультативным таким вопросом и тут же получат ответ. Спасибо большое. Есть у нас телефонный звонок, давайте слушать. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Елена. Очень приятно. Ваш вопрос. Меня интересует, если бы я занималась индивидуальной деятельностью, к примеру, выпекала хлебобулочные изделия, нужно ли мне брать разрешение в санстанции и где бы я могла продавать свои изделия? То есть еще какие-то нормативы того помещения, где вы могли бы продавать? Ну, к примеру, да. Если, к примеру, я знаю, по нормам санстанции, я должна понимать, что там пакетик чистый, перчатка и так далее. Понимаете, разрешение санстанции нужно ли, чтобы я могла заниматься этим? Елена, вы хотите деятельность осуществлять как физлицо или как индивидуальный предприниматель? Нет, как физлицо. Как физлицо. Я уже правильно вопросы ставлю? Спасибо, Елена. Я уже как бы в процессе сказал, ответил то, как физическое лицо, которое попадает под действие 337 указа А в реализации хлебобулочных, ну, как говорится, продукции, кондитерских изделий на торговых местах на рынке и иных установленных законодательством, то есть в местах определенных можно осуществлять реализацию хлебобулочных изделий, то здесь налог и все. Никакие, как говорится, требования санстанции на физически это не распространяется. Спасибо. Но я их подчеркиваю, определены точно в указе 337. При реализации на торговых местах на рынке в иных местах, установленных местными распределительными органами, в которых разрешена торговля. Спасибо. Я хочу вернуться к предыдущему вопросу Юлии. Она дослала пояснение. Значит, еще раз зачитаю, да. Елена, если утерян кассовый аппарат ОИП, как его закрыть и какое наказание за это? Он утерян и снят с регистрации. Вот такие пояснения. Что-то прояснило? Запутанный вопрос. В плане того, что он снят с регистрации, но он утерян. Так, ну, во всяком случае, номер телефона, наверное, сохраняется, поэтому можно будет с человеком связаться. Спасибо. Идем дальше. Уважаемые телезрители, не забывайте, звоните, пишите. Очень приятно, что вы активничаете. Юрий, с момента, как указ вступил в силу, прошел месяц. Можете ли вы сказать, вот как много желающих начать деятельность в качестве физического лица? Ну, если разрешите, я скажу, что в целом, с учетом того, что существовал ли до выхода этого указа виды деятельности, которые не подлежали регистрации, и с учетом выхода нового указа 337, да, у нас в целом по области, ну, вот на сегодняшний день, или на вчерашний, можно так сказать, Более 2800 физических лиц уплачивают единый налог и осуществляют именно те виды деятельности, которые определены законодательством, при этом не имеют статуса индивидуального предпринимателя. Сумма поступлений в бюджет составила свыше 250 тысяч рублей. Вот. Что касается нового перечня, я хочу сказать, что решение по установлению ставок единого налога было принято 12 октября 2017 года. Вступило оно в действие 22 октября, то есть за один месяц, ну, уже более 100, так скажу так, более 100 человек заплатили налог по новым видам деятельности. В основной массе, как я уже сказал, по видам деятельности, то у нас идут парикмахерские услуги, более 30 человек уплатили за оказание данных услуг. Ремонт обуви, ремонт часов, это более 17 человек. Есть люди, которые уже определились, осуществляют в строительной сфере деятельность и уплачивают налоги. То есть это еще не показатель. Маленький срок, то есть сейчас... Ну, люди просто собирают информацию, возможно, да? Люди собирают и обращаются, и спрашивают, и читают. Ну, еще только будем надеяться, что будет рост. А давайте спросим у Дениса. Его заинтересовала эта информация? Я, кстати, об этом сказал. Вы не жалеете, что стали учредителем частного предприятия, а может быть вот сейчас перейти к такой форме? Ну, я считаю, что вот эти вот поправки в законе, дополнения, они нужны все-таки для дополнительной занятости населением. То есть вот пришел человек с работой, и у него есть возможность еще подработать, ну, заработать каких-то денег, может, каким-то хобби и тому подобное. Ну, мне немножко это не подходит, но это очень хорошая перспектива в будущем для многих работников, которые вот не смогли в какой-то сфере себя реализовать. Прекрасная возможность. Пользуйтесь во всех планах, во всех смыслах этого слова. Мне очень импонирует ваша позиция. Если можно добавить, я бы хотел, ну, такой маленький ремарк. То есть наша тема нашего сегодняшнего разговора, как начать бизнес. То есть вот государство, которое дает возможность осуществлять деятельность, не регистрируя субъекта хозяйствования в качестве ИП или фермы. То есть это дается, можно я бы, ну, со своей стороны, я бы мог сказать, что это шанс проверка. Очень хорошо, да. Человека возможность, он способен, ведь предпринимательство это очень такое сложное явление, это призвание. Это не то, что пришел, сделал много денег, мерседесы сразу, богатство, канары и так далее. Ну, а такую же картинку рисуют обычно. Это упор, тяжелый труд, это везение, это нужно тоже иметь призвание определенное. И вот, когда есть определенные виды деятельности, ну, допустим, вот молодежь, девушки умеют делать прически, маникюр, услуги. Вот стоит ли открывать свою деятельность, как вот сказали, согласовывать наименование, если юридическое лицо. Я вот попробую заплатить налог, не нарушая законодательство, уплатить налог, попробовать. Будут идти, ну, пойдет этот процесс, будут клиенты, будет это. Расширится, тогда я уже перейду из статуса физлица. Пойду либо индивидуальным предпринимателем, либо юридическим лицом. При этом, не неся никаких затрат в организационном и каком-то плане. То есть, заплатить налог и... И с беспокойной, да. Елена, вот я хочу к вам обратиться, потому что хоть тема у нас сегодня, как начать бизнес, есть вопросы по его закрытию, вам лично. Начать вести мелкий бизнес в нашей стране несложно, пишет Мария. А вот закрыть, это касается случаев, когда есть задолженность по уплате налогов или ошибки в введении документации. Да и сама процедура ликвидации достаточно трудоемкая. Елена, обращались ли к вам за помощью закрыть бизнес? Ну, я так понимаю, оказываете ли вы услуги такие? Да, действительно, я оказываю обращение. Очень много, очень много фирм закрывается. Ввиду того, что даже есть такое, вот я сама статистику свою проводила, где-то какая-то проверка. Перед проверкой все люди боятся, сразу закрывают бизнес. Да, 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 не смотрите. Есть долги обязательно. Залез в долги, не хочет оплачивать, закрывает фирму. Вот это два основных аспекта, когда закрывают фирму. И что вы, вы, кстати, ну я понимаю, что в обязанности юриста не входит там уговаривать или настаивать. Вот, но вот ваше мнение, правильно люди делают? Нет, но дело в том, что это пробило законодательства, которое до сих пор не урегулировано. Да, люди, получается, что заплатили, долги загнали и теперь закрылись. И очень хорошо себя чувствуют, вам хочу сказать. Мало таких случаев, но они, да, присутствуют. Присутствуют. И кредиторы в нашей стране практически даже не защищены ничем. Это ясно. Простите. Есть еще вопрос интересный. Можно ли настраивать компьютеры и шить одежду в 16 лет? Спрашивает Сергей. Ну, имеется в виду деятельность без регистрации. С какого возраста? Ну, я считаю, если, как говорится, не помню, ну, по моей памяти, 16 лет это еще, как говорится, ну, юридически, вот более юрист скажет, он более еще не состоявшийся человек и по юридическому статусу не положено. То есть у нас с 18 лет можно либо зарегистрироваться, либо ты можешь осуществлять деятельность. Хоть оно и не является предпринимателем. А там с разрешения родителей. Ну, это с разрешения родителей. А так, я говорю, нет. Я еще хотела бы предложить вам, Юрий, вот указать несколько пунктов, ну, или обсудить здесь, вот с чего начать деятельность физлица? Вот мы тут говорили о бизнесе, да, о серьезном. А теперь вот какие шаги должно предпринять физлицо, первые шаги, чтобы вот начать свое дело? Встать, наверное. Встать. Что вы имеете в виду, Елена? Встать с кровати. Так, а, вот, под лежачий камень вода не течет. Под лежачий еще дня одинаковый у нас ничего не добился. Куда дальше идем? Единственное, что на голову падает, если наследство упало, вот тогда вот, да. Встали с дивана. Куда идем дальше? Потом мы говорим... Или идея все-таки возревает? Идея должна быть, ну, идея это больше, ну, подразумевается для предпринимателя, да? Если говорить конкретно по нашему сегодняшнему разговору именно по физлицам, то здесь уже идеи определены. Да, тут что лучше умеешь делать. Сколка дров, штукатурные работы, там, ремонт часов, то есть навыки, знания. Ты умеешь это делать, ты готов. Я же говорю, передоварищ, это первый шажок может быть для того, чтобы зарегистрировать юридическое лицо, либо индивидуального предпринимателя. Я поняла. Потому что вот к нам очень много приходит молодых людей в область полком, в комитет экономики к нам, и всегда спрашивают, вот прочитали в интернете, где-то в разговоре с другим, вот выдают деньги, какая-то, оказывается, поддержка бизнесменам, вот мы хотим стать бизнесменом. Или часто вопросы спрашивают, задают, там, по системам налогообложения, хотя это налоговые органы, очень квалифицированно объясняют. И вот когда вот с ними в беседе разговариваешь, да, есть огонь в глазах, есть желание, когда начинаешь с ними рассказать, а вы просчитали, а вы продумали, как вы будете вести весь свой этот бизнес, весь свое желание, они говорят, нет, вот такое немножко заблуждение, что вот пришел, зарегистрировался, и все, ты стал, получил свидетельство с предпринимателями. А вот вспомните, как говорил Денис. И ты уже все, у тебя все получается, у тебя уже на счет падают большие деньги, ты миллионер, ты состоящий. Нет, это еще регистрация, это еще маленькие, это вообще капли сейчас. Мы, наша республика, по результатам всех реформ, которые в прощении прошло, занимает, входит в десятку по Всемирному банку Дон-Джон, бизнес, ведение бизнесом. И лучше всех, как говорится, идет место именно по регистрации. Зарегистрировать в районах нашей области, если предприниматель утром подал заявление, и нехватимые документы, в обед получишь уже свидетельство. Очень быстро все. Нужно, если повсюду, нужно иметь, да, желание, нужно иметь идею, не пасовать перед трудностями, которые стоят, которые ты, может, наслышан от всех остальных, ну, окружающих тебя, близких, родных, идти вперед и, ну, добиваться поставленной цели. Денис, вы поддерживаете? Безусловно, во всех пунктах-то это точно. Ну, мне очень понравилось, как Денис сказал, у меня был ступор, сознался. Несколько минут. Я спросила, сколько дней, а он говорит, несколько минут. Это очень здорово. Спасибо. Как сделать первый шаг к бизнесу? Тема нашей программы и основной ее вопрос. Высказывайтесь, интересуйтесь, советуйте. 34 22 43 номер нашего телефона. И отправляйте, пожалуйста, ваше сообщение в Вайбер. Наблюдая за тем, как процветает чей-то бизнес, мы задумываемся, а не попытаться или и нам открыть собственный. Но нас часто останавливает страх и, как нам кажется, сложности и препятствия. И наши мечты так и остаются мечтами. Почему так получается? По каким причинам люди не открывают свой бизнес? И как с этим бороться? Поговорим с психологом и, кстати, индивидуальным предпринимателем Ольгой Грицынок. Ольга, приветствую вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Скажите, тема вам сегодняшняя интересна? Тема интересна, близка и актуальна. Очень хорошо. Ольга, вот почему мечты по созданию бизнеса у многих так и остаются мечтами? Когда чего-то еще не пробовал, возможно, это кажется слишком страшным. И, видя, как у кого-то что-то не получается, не решаешься сначала, видимо, делать первый шаг. Хотя иногда зря. Зря, да? Иногда зря. Иногда стоит попробовать. Далеко не все так страшно, как кажется. Вот пример Дениса. Человек попробовал в возрасте, я не знаю, 20 лет. Да, 20 лет исполнился. Вполне себе счастливый здесь сидит. Да. Вот. Оль, скажите, пожалуйста. И он сильно наразителен, я надеюсь, будет. Да, мы ему все желаем этого. Спасибо. Чтобы все было успешно, удачно на протяжении многих лет. Да. Ольга, какие аргументы не открывать дело чаще всего приводят люди? Ну, хотя бы несколько назовите, но я хотела бы вот спросить у присутствующих в зале зрителей еще, задать такой же вопрос. Ну, ваши аргументы. Я не знаю, как это делается. Это может быть слишком сложно. Слишком много инстанций нужно преодолеть и бороться с инстанциями, конкурентами. Вот почему-то боятся инстанций. Хотя все в помощь, правда, Юрий Алексеевич? Это очень давний страх. Многое поменялось, но страх остался. Угу. Иду к залу, иду к залу. Пожалуйста, как вы считаете, какие аргументы, ну, может быть, и у вас такие аргументы присутствуют? Ну, я считаю, что в первую очередь это убытки, потому что люди боятся вложить свои деньги в это дело и ничего от этого не получить, а еще и влезть в долги. Так, хорошо. Следующий аргумент. Некоторые думают, что слишком молоды и неопытны. Вот, приводите им в пример Дениса. Вот, молоды, неопыты, еще, наверное, все успеется, правда? Да, все успеется. А сейчас можно, собственно, не париться, так, как молодежь говорит, извините, пожалуйста. Так. Скорее всего, самым главным фактором является это отсутствие денежных средств. То есть база какой-то финансовой, да? Нет денег, поэтому бизнес открывать не буду. А вот у Юрия спросим, есть такие люди, которые без денег открывают, ну, не индивидуальное предпринимательство, а начинают как физлица работать? Это вопрос вам, готовьтесь, пожалуйста. Еще один аргумент? Ну, я считаю, что нет какой-то поддержки от семьи, и тогда отпускаются руки, никто не хочет ничего делать. Это абсолютно точно. Когда мама и папа молодому человеку говорят, да зачем тебе это нужно, правда? Да живи спокойно, мы тебе денежку на карманные расходы дадим, правда? Устроишься в какую-нибудь госконтору и будешь себе тихонько сидеть. Так бывает, да? Спасибо большое. Оля, что-нибудь добавите? Почти полный пакет, да. Точно так же, как ссылаются на молодость, так иногда люди говорят, что ну, мне уже поздно, наверное, это дело молодых. Хотя, в общем, это из того, что... А молодые говорят, что... Рано, я еще не знаю. То есть, это тоже из серии... Наверное, это слишком сложно. Наверное, у меня не получится, я не буду пытаться. А уже по какой именно причине? Ну, у каждого свое находится. Оль, ну давайте вот буквально по аргументам рассмотрим каждый и придумаем, как с этим бороться, как с этими страхами бороться. Денис, Юрий, Елена, принимайте участие в обсуждении. Итак, первое. Это очень трудно. Начинать свое дело, это очень трудно. Когда еще ничего не пробовал, у кого ничего не спрашивал... Любое дело, оно всегда будет трудно. Как ни начинай с какой... с какого старта, низкий старт, либо высокий, ты никогда не будешь готов ко всем обстоятельствам. В любом случае будет неожиданность, в любом случае надо это преодолевать. Ну, как-то так. Поэтому просто начинайте, а там как пойдет. Но в этом и есть очень большой секрет. Самый, наверное, большой секрет, который я когда-то для себя открыла, когда стала индивидуальным предпринимателем. Когда ты все-таки научился это преодолевать, во-первых, оказывается, не так много трудностей, как казалось. Просто из зоны комфорта. Когда ты выходишь из зоны комфорта и начинаешь их преодолевать, ты узнаешь совершенно нового себя, настоящего себя, каким ты раньше даже не думал и не представлял, что ты можешь быть таким человеком с таким характером. Себя лучшего или себя худшего? Гораздо более лучшего, способного, пробивного, талантливого. От себя такого иногда и не ожидаешь. Хочу спросить у Лены. У Лены хочу спросить, она себя открыла с какой стороны, когда начинала индивидуальное предпринимательство? Я к этому очень долго шла. Я сразу могу сказать. Ну, сложно было, трудно было. Преодолевали себя? Преодолевала, конечно. Без этого никуда. Это определенный стимул. Стимул для того, чтобы... Даже стимул? Да, был. Что все-таки это надо сделать. Если я это могу, пожалуйста. Почему нет? Почему я не могу помогать людям? Прекрасно. Поэтому неудачи какие-то, это, наоборот, секрет успеха. Преодоленная неудача. Это твои ступеньки, по которым ты идешь вверх. Это твой опыт, правда? Это золотое. Это золотое. Да. Оля, следующий аргумент, который приводят. Вот девушка говорила, мне слишком рано. Или там, ну, я неопытна. А вот, как вы говорили, а кто-то говорит, а мне уже слишком поздно. Да. Как с этим бороться? Ну, если у человека нет мотивации, то, может быть, бороться, конечно, не стоит сразу. Но если у человека есть все-таки сомнения, может быть, попробовать. Попробуйте. Тем более, что вот говорили действительно предыдущие выступающие, что это шанс попробовать. На самом деле, когда попробуешь, рассеиваются многие страхи. Но вот Лена, по-моему, да, когда мы обсуждали и записывали пункт, и Лена сказала, что это не у всех получится, да? Но человек, который уже попытался, он уже стал опытнее. И он в любом случае и сам для себя приобретет новые качества, откроет в себе. И как работник в последующем, даже если это будет госструктура, он уже будет цениться гораздо выше. В любом случае, начинаем. Любой опыт, это тоже опыт. Поэтому... Это такой золотой запас. За опыт, сколько ни плати, ни переплатишь. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся. О, прекрасно, да. Боишься, не делай, делаешь, не бойся. Это тоже можно было сделать эту пословицу слоганом сегодняшней программы. А еще кто-то сказал, теория мертва, коль древо жизни пышно зеленеет. Прекрасно, Боже, какие познания. Вот прям все хотела бы записать. Спасибо вам большое, Юрий. Следующий аргумент приводится. Слишком рискованно можно лишиться самого последнего. Вот у нас такой вариант был. Спасибо вам за него. Риски никто не отменял. Но когда вы к чему-то готовитесь, вы, конечно же, узнаете что-то и, соответственно, строите какие-то планы. Конечно, стоит с кем-то пообщаться, кто уже смог преодолеть первые неприятности, чтобы представлять их. Ну, это планирование, это элементарное планирование. Да, риски в бизнесе есть всегда, но, опять же, это ваш опыт. Но, может быть, не рисковать большим? Я советую своим клиентам, не сразу начинающим бизнесменам, не вкладывать в основном все. Начинать с малого. А там потом, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского, и сразу такой жест проявляется. Вот-то я тут вложу, сейчас добуду миллионером. И сразу на мерседесе, как сказал Юрий. Нет, нет, конечно же, надо планировать, оценивать все свои риски и быть готова. Да, с опытом. Оля, моя семья против. Вот такой вариант, когда молодой человек пытается, хочет, семья отговаривает. Как быть? Если ему очень хочется, иногда бывает, конечно, если у него в семье не было такого опыта. И они его видели гораздо более маленьким и неопытным, может быть, они не все о нем знают еще, на что он способен. Возможно, ему стоит найти поддержку у того, кто прошел этот путь. Так. И спросить совета, узнать у юристов, узнать в организациях и решить для себя. Потому что не всегда те, кто нас вырастил, знают то, какими мы сможем стать. Вот. Перспективы могут быть шире. И еще один аргумент, но очень частый. Нет денег. Ну, по сути, я с этим столкнулся. Сейчас послушаем. Сейчас я всех обязательно выслушаю. Пожалуйста, Денис. Ну, я считаю, это не оправдание. Всегда можно найти источник. Они могут быть разные. Но прекрасная возможность как раз воспользоваться этими поправками, дополнениями в законы. Ну, лучшие возможности. 337 указом, да? Да, вот. Ну, запишите все себе эту цифру и ознакомьтесь более подробно. Более приятной, более обширной возможности может и не быть. Поэтому прекрасная возможность. Начните пилить с дрова и их колодц. Правда? И уже деньги появятся. Ольга, пожалуйста. Да. Денег может не быть. Может не быть. Сразу и с уравного места. Но все равно человек уже что-то может. Значит, он может чем-то заниматься. Конечно, лучше, если есть уже какая-то специальность, какая-то профессия в руках, какой-то навык. Подушка безопасности. Подушка безопасности, да, которая обеспечится. Не обязательно должны быть гигантские деньги, но, конечно, расчет какой-то трезвый должен быть. Лена, и вы хотели добавить. Или уже все сказали. Бывают две стадии. Так. Нет денег и денег нет вообще. Поэтому, когда люди говорят, что нет денег, я думаю... Это не аргумент получается. Прекрасно. Оля, дайте, пожалуйста, советы начинающему. Вот первые шаги к бизнесу. Пройдемте к доске? Хорошо. Пройдемте. Ваши варианты. Так, давали советы Денис и Елена. Что предлагаете? Во-первых, скорее всего, без этого не обойдется никак. Нужно, как Барон Мюнхгаузен, вытащить себя за косичку из того состояния, которое вы считаете зоной комфорта. А как мы боимся потерять эту зону комфорта? Как боимся рано встать, поздно лечь, ну, скажем так, поработать чуть больше. Да, да, да. Выйти из зоны комфорта, так, сокращайте. Да, когда вы оттуда выйдете, вы обнаружите в себе гораздо больше способностей и умений, чем подозревали раньше. Вот, и еще второй шаг. Действуйте. Да, обязательно нужно что-то продумать, но начинайте делать первый, второй, третий шаг. Начинайте действовать. Как в известном фильме «Не сидите сиднем», правда? Да. Как бы вы ни продумывали, сколько бы вы ни готовились, ожидая состояния, вот я сейчас буду готов и пойду. Нет, вот пока вы не пойдете, вы не сможете почувствовать готовность. Идите. Все придет в процессе. Действуйте. И вот тогда, когда вы выйдете из зоны комфорта и пойдете, вы откроете себя другого. Вы столько о себе нового узнаете, и судьба приоткроет вам такую перспективу, на которую вы раньше даже посягать не могли. Что-то еще будет? Обязательно, да. Еще все-таки свобода пьянит, поэтому планируйте обязательно. Планируйте. Да. Планируйте, потому что отчитываться все равно нужно, нужно планировать и отчитываться хотя бы перед собой за реализованные планы, за поставленные цели. Поэтому планировать нужно всегда. Вот это три совета. Спасибо, Ольга, спасибо. Пока вы готовите, скажем так, напутствие нашим телезрителям, тем, которые собираются начать свой бизнес, я зачитаю некоторые вопросы из Вайбера. Так, рискнули, наверное, Елене. Открыли ИП, пассажирские перевозки, платим налоги, но от бизнеса прибыли нет, еле хватает оплатить налог. Выход, спрашивает Анастасия. Ну, опять-таки, планировать. Для начала надо было запланировать все, и тогда ты был готов к такому. Угу. Так, следующее. Может, найти себя в другом виде деятельности. Или немножко сменить профиль. Ну, если дело сделано, надо как-то выбираться. Советую как-то продвинуться, может, в рекламе. Может, не хватает просто информации о вас. Воспользуйтесь такими бесплатными возможностями, как вот доски объявлений и тому подобное. Есть возможность настройки контекстной рекламы. Есть ниши, которые можно заполнить в качестве рекламы. Такие, как Яндекс.Директ, либо Google AdWords и тому подобное. Обязательно пользуйтесь такие. Соцсети — это первая очередь. Не забывайте о них. Не продвигайте. Это не всегда зло в соцсети, да? Для поисковых систем это, наоборот, хорошо. Не обязательно иметь свой сайт. Имейте страницу ВКонтакте, либо в Одноклассниках, что немаловажно. Этого будет достаточно, чтобы найти дополнительный источник своих клиентов. Поскольку... Ну, немножко отступления. Объясню, как работает поисковая система. Вас будут искать клиенты в поисковой системе. И в первую очередь будет выходить Яндекс, ну вот, будет выходить в соцсети, в Ютуб. То есть обязательно ролик в Ютубе, а потом уже все остальное. Спасибо, спасибо, Денис. Юрий, ну, наверное, вам. Но это не вопрос, это пожелание. Дмитрий пишет. Налоги велики на микробизнес. Понистите налоги, упростите условия для начинающих предпринимателей, чтобы люди не боялись. Передайте, пожалуйста, в налоговую инспекцию и просьба комитета экономики. Ну, здесь я немножко не согласен с пожеланиями, уважаемая Дмитрия. Можно регулировать у нас по... для микробизнеса, то есть микропредприятия. Есть шикарная такая система, которую большинство применяют, именно представители малого и микробизнеса. Это упрощенная система налогообложения, которая упрощает как бухгалтерский учет, так и сам процесс исчисления и уплаты налога. Спасибо. Поэтому здесь бы я немножко поспорил бы с представителем. Ну, мы найдем, мы найдем номер телефона, поспорьте. Ольга, вы готовите финальное слово. Ну, а я еще раз хочу поблагодарить наших телезрителей за активную жизненную позицию. Спасибо вам большое за то, что вы смотрите программу, думаете вместе с нами и вместе с нами находите решение. Ольга, ну и как я обещала телезрителям, ваше финальное слово, ваше напутствие. Я предлагаю тем, кто начинает хорошо продумать систему поощрения. И тогда, через какое-то время, когда вы пройдете этот путь, вы сможете написать симпатичную книжку под названием «Как я обрел уверенность в себе, открыв свое дело». Спасибо большое. Я думаю, что это напутствие достойно аплодисментов. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам большое. На первых шагах к бизнесу важно не только создать отличную идею, но и уметь воплотить ее в жизнь. И тогда успех будет гарантирован. Для этого до рождения идеи создайте благоприятные условия. А после напишите план, протестируйте на минимальном капитале и действуйте. С вами была программа «Добрый вечер, Гомель» и я ведущая Елена Троценко. Всего вам самого доброго и успехов в бизнесе! Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон»! Что за неприятного места? Субтитры подогнал «Симон»! Мы все же, что за просмотр! ИрираAM!